Вещане в Кашмире Вещане в Кашмире Вещане в Кашмире и работой по экс-триерам, я не об этом хотел сказать, просто период перестройки, и как-то у меня ребята взвали, пошла вторая волна аваргарда на запад, первая волна русской революции, вторая волна, скажем так, период перестройки, антеграунд начал уходить как бы на рынок. Денег за это платили немного, где-то 100-500 баксов, но это было как бы все-таки интересно, я не так не говорю. Мои ребята ушли из работы, меня обычно опорняли интерьеры, и ребята меня как-то позвали, сказать, в станковую жильопись. Но я им сказал очень просто, что пока я не найду свое лицо в жильописи, пока я не пойму, чем я отличаюсь от всех других художников, я в жильопись не пойду. Почему? Потому что зачем еще один художник НХ? НХ – это неизвестный художник. Вы знаете, у нас это очень много. И придя после работы, у нас был какой-то объект, придя после работы, там мама разобрела лужин, работа очень тяжелая, вы знаете, расписывайте интерьеры, отзывайте, уносите, как мы говорим, по стенкам, это тяжело. И тут как-то придя, я отвлекаю паркоматчик в гордую лужин, и мне пришла в голову, я увидел, что значит пришла в голову, это придумать нельзя сказать, вот где-то вот эта тема. Квадрат побольше, квадрат поменьше, даже самые банно практически. И вот это все-таки давно выстроилось. И вы знаете, тут пришла мысль, то, что хорошо, что нас учили в институте, нас учили работать аппликативно. И я это моментально выпил, 5-6 минут, вот там начало до конца, область, потому что растаял, но я его запечатлел. И после этого у меня было интересно, я работал с хорошими художниками, я как художникам всегда отношусь с уважением, я показал им эту работу, она у меня до сих пор, я не принес ее, извините, к вам, сюда на круглый стол, она у меня дома до сих пор. Я показал им эту, на картоне, аппликативную вот эту работу. И мне тогда сказали, вот такую вещь, я сказали, вам, ну, понимаешь, это либо гениально, либо это полная грубость. Но одно, несомненно, вот это никто покупать не будет. Понимаете, то есть они изначально уже сказали, ну ты что, это не коммерческая вещь, она провальна. Ну, кому ты будешь нужен и интересен. И я тогда вот эту фразу запомнил на всю жизнь, и вы знаете, когда потом меня пригласили работать в контракт, и в Америку, то есть сначала из галереи, а потом уже непосредственно туда, я пробовал доказать всем, что это не коммерческая вещь. И вы знаете, у меня получилось. То есть, с чего я начал после вот этой работы небольшой, я, значит, сказал себе, надо сделать 20, 25, 30 работ, чтобы это не было случайностью. Потому что когда одна работа тебе бывает, ну, бывает, там, как мне относиться, это потом, как нам относиться, так, как нам. А когда 30 работ, это уже серьезный процесс. И, в принципе, потом уже я спустоясь назвал мое направление, как орнаментальный реновый субболизм. Я могу вам перевести, как я это понимаю. Но орнамент, вы знаете, это украшение, символ этой информации. И получается, это картина, которая украшена информацией. И вот после... Теперь я, понимаете, почему отношусь, я не имею право с уважением к себе, потому что 25 лет я эту тему, как бы, работаю над ней, она уже во мне, многое во мне, это все понятно. Дело в том, что сразу, меня, конечно, удивило, это сразу религиозная тема. Не что-то там новое, там, или вот как у Малевича, тайно, так сказать, максимальная тайна, черный квадрат, в котором каждый входит в меру своей прогвинутости в голове, кто-то дальше, кто-то только на поверхности. Вот это очень простой квадрат, квадрат и очень много квадратов. И здесь я себя искусственно поставил в очень пустые рамки, в очень пустые рамки, в которых надо было говорить. И в то время как раз и начал продвигаться у нас компьютер. Первую работу мне настолько было страшно называть «Мадонна с младенцем», и я ее поэтому назвал «Икона для компьютера». Потому что все-таки религиозность, но я считаю, что я человек религиозный, это я не веще. Вот, но здесь так. И после уже, когда приехал в Америку, мне говорили такие вещи, мне приходилось меняться. Меня просто на мне зарабатывали, и говорили, понимаешь, Володя, американцы-урокисты не могут, вместо вот этих квадратов, ставить лица. Да не вопрос. Я не принес, но я могу вам показать на айпаде. Я огромную сделаю серию работ, где портреты были. То есть эти квадраты и портрет. Работает. Работает хорошо. После этого уже начал дальше двигать. Тогда опять-таки религиозная тема, она, так сказать, постоянно у меня как-то работает, постоянно присутствует. Один из любимых, как бы, моих тем, которым я постоянно работаю, это георгия. У меня порядка шести трактовы. Вот именно георгия. Почему? Потому что этот художник. Потому что мы вечно боремся, так мы считаем, со злом или с чем-то. У нас постоянно идет борьба. И потом уже, вот сейчас, я думаю, у нас открывается выставка на флотшафте, там будут реалисты, фотографы, реалисты, акварелисты. И меня пригласили туда тоже, так сказать, выставиться. И вообще-то можно сказать, что если наша работа что-то повесит рядом с реалистами, то мы не можем смотреться так странно, как мы очень смыльчаем. А здесь же я не отвергаюсь вчерашнюю школу, по которой у нас есть, я считаю, колоссальный потолок. Я считаю, что на сегодняшний день Россия, страна, которая выше всех держит планку живописи. Выше всех. Это я вам говорю, потому что действительно так. Но я говорил с одним международным галеристом, он мне сказал, Володя, это не долго. Это еще лет 20. Я говорю, кто же придет к нам на смену? И он мне говорит очень серьезно, это очень серьезный человек. Он мне говорит, китайцы. Я знаю, потому что они за грани наших преподавателей очень хороших. И я знаю, как учатся китайцы. Я говорю с этим педагогом. И то, что они сейчас живут и делают, это на уровне очень хорошей живописной школы. Единственное, что им еще не дается, то, что у них еще не получается, это вот это наше мышление, композиция. Потому что композиция, она складывается внутри нас. И здесь можно говорить о педагенах. Здесь можно говорить о вот этой связи, которая, скажем, идет, там, не знаю, в грубе. И вот туда-туда-много, туда-дальше. И вот сегодня и мы это отдадим завтра. Но я думаю, что цена, как это говорят, коммерческая сторона и сторона поиска, это будет очень жестко. И я думаю, действительно, что нас едят китайцы, потому что они могут нас обойти. Меня это очень огорчает. Вы можете смеяться, потому что я говорится, что я, наоборот, пока я жив, я не дам это им сделать. Потому что мы, это наше. Это наше, и то, что Италию уже, вы можете прекрасно видеть, она уже не играется в жилипус. В Франции они уже только универсиалисты. И ничего нового уже не делают. Остались только мы, которые еще держат традицию вчерашнего дня и сегодняшнего. И я думаю, что то, что появился аргументализм, это очень значимое и очень вовремя. Мне очень нравится то, что женщины выходят на первые планы. Вот я смотрю, вот эти работы, которые нам хорошие работают, очень хорошие. Ошибы? Они у всех есть. Вопрос не в том, что у тебя ошибка. Вопрос в том, что у тебя есть право сделать лучше. И вот если бы у меня спросили, что главное в наших работах, я, пожалуй, сказал бы так. Я бы выделил три основные точки. Первое, это, наверное, цвет. Потому что, посмотрите, везде работает цвет. И вот здесь надо быть не просто осторожным, надо быть очень внимательным и нести ответственность за каждый мазок. Когда я учу своих студентов, я им говорю, что ты найди один цвет, и к нему найди парню. Потому что два цвета, которые рядом, это где-то сродни того, что два человека. Они могут жить вместе и будут жить долго, счастливо, и не умрут в один день, а могут побыть с собой друг к другу. Две минуты, три минуты и разбегутся. И забудут о том, что есть с тобой парня. Первая позиция – цвет. Третья – это самое главное. На чем строится, если мы посмотрели всю экспозицию, на чем строится вообще наш армитализм – это на композиции. Композиции как таковую преподают и преподавали только в двух институтах. Профессионально, так, как это надо. Композиция. Потому что она решает, куда смотреть вначале и о чем думать потом. И третья позиция – это, мне кажется, уже, так сказать, армитализм – это синтез. Третья позиция – это режиссура тематика. Насколько точно и верно ты можешь проговорить в работе свою тему? Насколько ты можешь тащить туда зрителя? И у тебя вообще только один вопрос. Либо ты его зацепишь и ведешь в работу, либо он пройдет и скажет самые ужасные слова. Я это уже видел. Понимаете? А я это уже видел. Это мало не того, что я называю НХ – неизвестных художников. Я думаю, что не очень жаль, что нас очень мало здесь. Но если потом подойдут другие, я прошу вас передать такую простую вещь. Я опять говорю то, что ясно думаю. Говорю о том, что профессия в опасности. Мы становимся никому не нужны. И если мы будем оттачивать кулаки, зубы и локти, разговаривая и общаясь друг с другом, она быстрее умрет. Мне кажется, что самая верная позиция здесь – если когда ты себе скажешь, живопись не умрет до тех пор, пока жив я. И вот тогда у нас есть, я думаю, шанс на то, что мы все-таки дышим. Я вам говорю очень несколько дней. Я здесь не умую и не рисуюсь перед вами. Просто я знаю, что это не просто хлеб и вода. Это жизнь моя. И если меня это отнимут, а я не буду знать, зачем я живу, я думаю, что многие могут сказать про себя точно самую фразу. Вопрос всегда в одном – что ты привнес в искусство и что ты оттуда привнес. Мне кажется, чтобы это жило, надо больше внести туда. Если ко мне… Да, насчет цвета могу сказать. Почему я так очень жестко говорю о цвете, то, что это главное. Когда я работал в Штатах, у меня были очень значимые искусствоведы, или как это называется, арт-дилеры, которые так очень, какие действительно значимые. И я им задавал вопросы. Вопросы любые задавал, и мне давали на них ответы. И когда я сказал, спросил очень просто, почему покупаю ту или иную картину, что за первая причина, вот дайте мне вот самую главную причину. Вы знаете, что мне ответили? Мне сказали, из-за цвета. Потому что в каждом из нас есть доминанта какого-то цвета. И вот заметьте, кого-то больше тянет к зеленому, кого-то больше тянет к синему, кого-то больше тянет к красному. И вот это внутреннее желание потребить этот цвет, ну это, наверное, как для меня сигаретка, я прошу на праздник. Либо для кого-то там сладкая, либо для кого-то соленая. И вот эта потребность, она заставляет людей покупать. Потому что тебе нравится именно этот колорит. И не важно уже, о чем там. Это второй вопрос. Это жанровая сцена. Это о чем? Это второе. Степень ремесла. Это может быть третье. Уже тогда говорят о цене. Но первое, почему по-твоему, это работа этот цвет. Я обратил, кстати, вот на эту работу, которая теплая перед нами. То, что вот женщины, как мы с вами пришли люди, вот я спросил, я все спрашиваю, какие работы понравились. Они назвали эту работу. Я сказал, почему? Вы знаете этот вопрос? Не знаю. Я сказал, ну, потому что, во-первых, ты женщина, тебе хочется тепла, поэтому тебе ближе, естественный теплый цвет. А мне очень нравится вот эта вот боковая справа и боковая слева. На вопрос, почему, я могу сказать, я там позиции жестко, правильно сделаю. Там не надо смотреть, вот это мешает, вот это не мешает, там можно и в кусочках посмотреть, и в общем. И вот еще, если бы я дал совет художникам, мне понравилась вот эта работа. Он городец. Почему понравилась? Потому что всегда очень важно, насколько ты разойнешь тему и насколько ты уйдешь дальше. Так вот, и вот эта тема, вы знаете, такого, Versace, да, сказать, Мадыгерская, ну, вот такая, что каждый может ему относиться, как будто бы так. Так вот, он ничего нового не придумал, не сделал, кроме одного. Он взял классический орнамент и показал его в разных цветовых состояний, то есть с различными цикловыми предложениями. Все. Но на этом он сделал себе не разынешься. И я думаю, что здесь, то есть самое, здесь можно просто варьировать цветом и работа сложится, и получится. И вообще, Людмила Ивановна, огромное вам спасибо за выставку, потому что выставка в прекрасном уровне, я вам говорил и сейчас повторяю, очень высокий. Это даже, не просто Москва должна быть, они должны быть выше и дальше. здесь видят. Но нас надо тоже собрать. Я вам очень благодарен, потому что я не стал показывать все, что я могу, я вам показал, ну, как бы, четыре времени какие-то. Вообще, после, у меня был очень интересный заказ в Рособоронэкспорте, и когда они посмотрели мои работы, портреты, я сказал, дайте вам что-нибудь сделаю. Они говорят, ну что ты, товарищи, мы-то оружие, мы-то там, товарищи, автомат, а ты-то проник, у тебя же там все вот как-то. И я говорю, сейчас Калашникову будет, и в Верей, давайте я напишу портрет Калашникова с его автоматом. Они говорят, да, с одним условием, если нам понравится, мы купим, если не понравится, ты спокойно забираешь работу, оставляешь у себя. Я пошел на это, нам приходится иногда, идти на место. И я сделал по центру генерала Калашникова. Вверху был у меня, скажем, Георгий Победоносец, а по бокам были самые его автоматы разновидности. Я поделил на много пустостей, у меня получилась эдакая, знаете, так, песочные часы, в принципе, базиться очень простой. Сверху Георгий, и он уходит в Калашникова. И потом, я как раз отдыхал уже в Хорватии, мне позвонили и сказали, Калашникову подарили, и твою работу, и ты знаешь, Максим Тимофеевич пустил в скромную мужскую связу. Я бы, что бы настолько понравилось? Ну, в общем, работу у меня взяли. Мне кажется, последнее, что я хотел бы сказать, то, что на сегодняшний день художники, я не боюсь этого слова, это диктаторы. Да, я диктатор, потому что я знаю, что такое красота, и я показываю ее вам. И у меня только одна задача, заставить тебя полюбить то, что пишу и что люблю я. У меня только одна для этого возможность написать картину. И будь честным перед собой, есть ли ко мне какие-то вопросы? Все, я вас отомню. Огромное спасибо. Спасибо за яркое выступление. Вопросы можно задавать сразу же после доклада, а что касается отпуждения, я буду заходить. Огромное спасибо, что вы нашли время. До свидания. До свидания. Всего прочего.